действительно рабочий что это вариант что это вариант что этот вариант они все рабочие абсолютно но вот здесь вот мелкодисперсную вот эту вот пыль пыль все равно немножечко немножечко он оставляет крупничок она как бы не магнитит а вот и мелкодисперсная пыль все равно после него money как бы когда размагнитишь до нашем случае в моем случае это была отвертка пинцет как-то вот чуть похуже друзья всем привет ну такой коротенький видосик буквально не знаю вот видно да одна коробка другая коробка машинка для стрижки волос и как вы уже догадались по названию ролику это все размагнитизаторы демагнитизаторы там размагничивать или их там называют кто как хочет и кому как нравится в общем давайте сейчас покажу из чего я сделал ну понятное дело что это постригалочка уже размагничиватель ну и вот эти вот две коробки вскроем посмотрим кому интересно смотрим видос до конца может быть кому-то пригодится я до этого дня не задумывался что мне эта штука очень даже необходимо как-то без нее справлялся но сейчас вообще снимающий по кайфу все по анали смотреть что к чему и почему итак друзья давайте начнем с этой интересной штуки вот машинка для стрижки вот такая вот это рабочий вариантик но он давным-давно уже свое жил тяжелючая капец чё тут пишут не знаю видно нет 10 ватт 220 вольт 50 герц давайте сейчас ее вскрою эту машинку эту и посмотрим разницу понятно что там половину надо выкинуть запчастюлин чтобы сделать размагнитизатор как работает сейчас покажу здесь просто его прикрутим для антуража так сказать необычный магнитизатор здесь поставил лампочку на 200 на 220 вольт как индикатор включена выключена вот он магнит с этой стороны понятное дело магнита нет здесь рычаг все вскрываем так скрыл машинку вот она рабочая то есть здесь два винта открутил выкинул такие пружины выкинул вот эту часть сейчас покажу вот он лежит все в коробке все что подкручиваем все механизмы все поснимал осталось только мужики катушка в итоге что я сделал она здесь одна катушка в итоге открутил эти пластины достал развернул и вставил их с этой стороны катушка как стояла так и стоит они катушку я тоже развернул вместе с пластинами вот единственно вот это вот перевернул если видно да то есть вот этот зуб стоит с этой стороны теперь он стоит с этой стороны лишнее вот здесь вот вот эти вот перегородки вот здесь просто их откусил да и все чтобы они не мешались провода нужно было опустить вот сюда подпаял лампочку на 200 это лампочка на 220 вольт вот здесь просто зачистил впаял провод он так здесь к выключателю они сейчас отключены поэтому так смело все это дело показываю все то есть чтобы знать включена она или не включена ее не слышно эту катушку на 1 абсолютно и не слышно вот и все сейчас покажу как это работает сейчас ее собираю эту машинку убираю а на этом примере покажу есть другие машинки мужики сейчас тоже есть у меня еще один вариантик есть машинки вот такого плана вот их раскрутил здесь катушка вот такая вот ну как делают некоторые вот это все снимают вот так вот корпус отпиливают оставляю часть катушки снаружи и тоже работает как демагнитизатор размагничивать или так далее и тому подобное но я ее пока трогать не буду может быть куда-то пригодится машинка витек витек алекс так ну машинки собрал эту уже подключил сейчас камеру на штатив и посмотрим как это работает на примере этой машинки понятно да развернул вырезал окно так небрежненько но тем не менее как смог так и вырезал все и покажу как работает итак друзья нас имеем отвертку да неважно какую буду показывать на примере вот это и это и там любой другой мы к ним еще вернемся давайте на примере вот большой отвертки вот здесь меня есть стружка если вам видно это с токарного станка принес она легкая вот посмотреть то что отвертка на данный момент она не магнитит никак давайте она магнитим вот обычная вот это вот наша постригалочка я покажу прикрутил для антуража такой вот креативненький такой подход главное что она целая осталась и намагнитим включим буквально там на секундочку включили и выключили ну и посмотрим мужики я думаю видно как нам магнитилась отвертка просто секунда делов прошла да а теперь надо ее размагнитить чему делаем конечно же берем и вот таким вот образом размагничаем пару раз можно даже и раза одного достаточно и что у нас получается заскочила сверху сто процентов размагнитилась еще разок берем включаем и выключаем нет воде о какая бороды не получается и еще разок размагнитим попробую с первого раза просто так отвел и что мы имеем что-то заскочила непонятно и никого не берет маленькую я не знаю она размагниченная вот секундочка и уже борода имеется на отвертке и все размагничено то есть способ с машинкой для стрижки волос мужики рабочий идея не моя но рабочий вот такой вот получился дизайнчик главное что лампочка есть чтобы не забыть ее выключить чтобы она не грелась катушка напомню судя по всему 10 ваттная здесь одна 10 минут не знаю что за 10 минут 10 ватт написано дальше как вы уже могли догадаться не давайте начнем с этого которого не видно тоже лампочка имеется так что там уже пишет сейчас телефон перегрелся что так что там телефон заглючил тоже лампочку поставил но это слышно как гудит здесь стоит катушка мужики 40 ватт почему 40 ватт сейчас объясню потому что я ее достал из этого корпуса и здесь вот такие были параметры 02 ампера 40 ватт кому интересно это значит катушки давайте сейчас вскрою вот друзья здесь знаешь две катушки корпус как поняли да это коробка распред коробка там вы кусал лишние вот эти усиления так чтобы она становилась на дно это катушки с насосов со стиральных машин вот у меня еще не разобранная здесь я не знаю сколько на ватт какие-то цифры есть но почему-то непонятно для меня больше никаких обозначений то есть помните кто там помнит никто не помнит пару лет назад разбирал там стиральные машинки пооставались вот лежали пару лет ждали в пылище все но уже эти конечно по продувал уже почищал ну вот одна осталась так непонятный вариантик вот то есть сначала я хотел выпилил этот корпус вот он мужики сейчас покажу вот он этот корпус тут крыльчатка стояла все разобрал отпилил вот эту часть тут срезал то лишнее туда-сюда и как многие там в интернете смотрел но идея повторюсь не моя там изолентой так обмотали и там микрик поставили кнопочку и все и досвиду ну зачем изолента когда можно вот в распред коробку все это воткнуть накрыть крышкой она там ее прижимает фиксирует не боитесь я все из резидки подключил поэтому не под напряжением для на хотел мужики выпилять вот здесь даже разметил выпилять и галить вот эти вот вещи потом подумал допускай будет закрыты какая разница все равно работает выключатели сделал в стороне так чтобы площадь была то есть какая-то габаритная большая деталь уха вот и вот штангель намагничивал размагничивал вот он здесь прекрасно по плоскости размагничивается сейчас мы кто и вернемся это такая же мужики вот катушка с такого же двигателя только уже на 30 ватт почему знаю потому что вот с нее корпус и на ней написано вот такие вот вещи 30 ватт это вот эта катушка это 40 ватт вот такие вот дела все здесь припаяно никаких нету этих фишек немножечко паяльником поработал ничего тут страшно ужасного нет отпиливал ножовкой вон она лежит вон ножовочка по металлу дано достается это пластина вот так вот спокойненько из катушек достается в кисы зажимается и отпиливается готовый вариант хотел хотел я его сначала купить потом посмотрел доделают люди почему бы и нет кнопки не стало вот выключатель поставил вот как то так поэтому вот так вот закрывается других не было распредав вот с такими вот шишками ну это хорошо ее можно всегда открыть мужики рукой то сделать сейчас открою ее можно всегда вскрыть и проверить проводку прощупать либо пиромером замерить до температуру очень удобно также и потом и залушить не боитесь я все отключил поэтому смело так все это дело трогаю как-то так место там предостаточно в коробке то есть вентиляция какая-то там не закрытое пространство все это дело нормально себя чувствует так ладно сейчас ее закрою и вернемся вот к третьему варианту стоянба как мы вернемся мышь на ней еще не поработали давать сейчас камеру на штатив включу стружка как работает так надеюсь видно все отключено мужики проверяем но это гудит это гудит мы уже слушали гудит здоровски 40 ампер проверяем не магниченная слабо магниченная еще вот через крышку хуже магнитит мужики хуже магнитит через крышку нежели вот было вот с машинкой но все равно намагничивает потихонечку намагничивает но зато она обалденски размагничивает давайте сейчас намагнитим намагнитим отвертку машинкой вот таким вот образом офигенский прямо в ноль вообще четко даже мелкодисперсную стружку сейчас я покажу вам от болгарки вообще в ноль размагничивает так при волоке со станка на с металл вот такой вот пыляки от отрезных дисков видите ничего нет давайте сейчас намагничу просто машинка лучше намагничивает смотрите какой собирает ежик о а теперь давайте размагнитим в ноль так сказать даже вот сейчас вот так вот возьмусь прям с ежиком суд этим и вот так вот вот так вот вот так вот никого стружка остается вот здесь но я просто ждусь когда она выключена всю офигенно размагничивает 40 ватт давайте дальше чё ну намагнитим намагничивает но слабее слабее но размагничивает офигенский давайте к третьему варианту вернемся так мужики ну скрывать я его не буду скрывать я его не буду катушка извиняюсь катушка та же самая только вот не обрезанная то есть вот эти вот части я их не обрезал от крышки вырезал там где мне нужно примут даже серединочку оставил и кнопки расположил сверху слева справа вот такой больше верстачный вариант это вставочка с самого корпуса насоса то есть я ее обрезал как мне надо лишнее удалил и она такой хомутик получился вот так вот можно конечно и без него пускай будет его всегда можно снять и всегда можно поставить все то же самое только расположение кнопок здесь я сделал в стороне чтобы была площадь возможно где-то что-то придется габаритное какое-то где-то снять магнетизацию до неизвестно здесь вот такой вот вариант то есть сверху чем он хороший да тем что от сверла здесь размагничивать вообще шикардус она заходит мужики как бы сверло сюда покажу пальцами сверло должно быть сейчас секундочку вот десяточка десяточка новенькое сверло вообще ни разу даже не стояла нигде вот как есть так и есть специально для вас берег берет для этого случая нигде не стояла ни разу не работала с магазина проверяем не магнитится ну наверное на заводе его не магнитили я так думаю есть магнитик у меня мужики вот здесь лежит даже на нем проверим сразу до ёжик такой собрался и давайте его сейчас размагнитим при помощи вот вот это вот приблуды сейчас ее включаю проверяем а лампочка видно да горит не горит все тут она как бы и проходит и так и так можно это все снять убрать просто провел да можно вот так вот можно как угодно чисто очень удобно у меня мужики пинцет вот этот когда-то его намагнитил но еще этих примут у меня не было и он мне постоянно набирал мусор но намагнитил там специально чтобы просто намагните чтобы где-то что-то там держалась и не отваливалась вот а теперь я его очень легко и просто размагнитил наконец-то вот таким вот образом включаем в ноль в общем друзья на этом можно видос закончить я просто повторил чей-то эксперимент и действительно рабочий что это вариант что это вариант что этот вариант они все рабочие абсолютно но вот здесь вот мелкодисперсную вот это вот пыль пыль все равно немножечко немножечко он оставляет крупничок она как бы не магнитит а вот и мелкодисперсная пыль все равно после него мани как бы когда размагнитишь до нашем случае в моем случае это была отвертка пинцет как-то вот чуть похуже вот этот и вот этот вариант вообще в ноль разманичивают вот что даже пыль не берется мелкодисперсная металлическая вот как то так все мужики кому понравилось вот эти вот самоделочки для мастерской так как вот есть сверлилка бывает так что сверла в некоторых моментах в некоторых я вообще сверлю через магнит то есть чтобы стружка не разлеталась сверлом сверлю через магнит и теперь спокойно могу ну могу сверло в любой момент размагнитить не составляет большие большого труда также шам могу размагнитить уже резцы они бывают тоже намагничиваются каким образом я не знаю точишь точишь стружка прилипает и потом уже такая ерунда получается здесь вот размагнитил да и до свидос вот как то так короче можно обойтись говорится малой кровью вот лампочки стоит только 100 рублей и кнопки вот эти вот по 32 штуки до 60 рублей и здесь вот я потратил говоря 300 рублей 360 рублей 3 аппарата изготовил из кое-чего и палок вот как то так все мужики всем пока с вами был санек и инструменты рабочие у кого есть возможности и кто работает с металлом обязательно делайте обязательно это это мега крутая штука все скоро увидимся